Так как мы на Котовского, мы решили еще заехать на Куяльник. Кто знает хоть что-то про Одессу, знает и про то, что у нас есть Куяльник. Это такое известное место. Посмотрите на мои цвета сегодня. Ну вот мы и подъезжаем к Куяльнику. Сейчас главное не упасть на песочке здесь на камешках. Нормально, проехали. Да, пришлось ехать через блокпост серьезный. Вот так сюда и не добраться с поселка Котовского. Но мы здесь. До заката еще достаточно много времени. Не знаю, досидим ли мы здесь до заката, хотели закат здесь встретить. Но Куяльнике очень душевно. Посмотрите в интернете, если кто не знает, что такое Куяльницкий лиман, Куяльник. Грязи Куяльника. Здесь лечебная грязи. Оздоравливающая. Это что-то вроде Мертвого моря. Здесь можно лежать в воде и читать газету. Потому что вода очень плотная от соли. Но людей достаточно много. Я смотрю здесь романтиков на поселке Котовского. Пруд пруди. Видите, как душевно на Куяльнике. Запах здесь, конечно, не очень. Но... Вы помните, у нас проблема с солью. В Одессе. Но на самом деле без соли-то мы не останемся. Посмотрите. Вот это все соль. Так что приехали, набрали, выпарили. И все. И будет вам счастье. И вы видите, все пельмени. До Несхочу. Вот мужчина идет купаться. Здесь закаты обалденные. На Куяльнике. Здесь очень много фотосессий. Люди проводят. Фотографы. Своя атмосфера. Но вот здесь есть один минус. Если вы купаетесь в Куяльнике, то вы измажетесь, ну, естественно, грязью черной, куяльницкой. Но потом надо как-то ехать домой. Посмотрите, как люди плавают. Лежать себя на воде. Вам нужно ехать же как-то домой. Вы не представляете, как эта грязь воняет. А вымыть ее нереально. Вот такие берут баклажки. Вот люди обмываются. Ну, чтобы вы понимали вообще. Купальник можно выбрасывать. И плавки после этого. Я не знаю. Они будут вонять бесконечно еще после этого. После того, как вы намажетесь и поплаваете здесь. И вот этих двух баклажек, их реально не хватает. И душа нет. Видите, у нас здесь все первобытно. Куяльник известен вообще чуть ли не по всему миру. Ни одной душевой. Так вот все дико. Но в этом есть тоже какой-то свой шарм. Ну, вот и все. Видите, закат на Куяльнике. Уже скоро солнце опустится. Мы решили ехать. Не ждать. И так красиво. Вот такой вот вам небольшой обзорчик Одессы. 4 июня 2022 года. Всего вам хорошего. До завтра. Подписывайтесь, чтобы оставаться с Одессой. А, нет, день еще не закончился. У нас вот есть корм. И мы решили покормить котиков на Молдаванке. Видите, какое? Это кошка. Однозначно. Сейчас мы дадим ей сухого, мокрого. А там еще был кот. Но он куда-то сбежал. И вон там еще есть кот. Посмотрите. Оп. Видите, живность бегает. Сейчас всех накормим. У Боб странно, особенно в Молдаванке кошка не хотела ездить. Так, еще идет кадр. Смотри. Ой, красавчик. Ой, это его брат. Так, надо еще мокрого. О, стрипнулись. Да, маленькие сразу, да? Но мокрые они прям. Вот коты, да? Любят они мокрый корм. Давай. Это что такое? Не тебе, давай. А этому? Да этот какой-то... Смотри, мы ничего не достали. Больной. А тут какой-то боязлищик. Кс-кс-кс-кс. Не мокрый хотя бы. Кс-кс-кс-кс. Там, там. Кс-кс-кс. Смотри, какой хулиган, да? Кс-кс-кс. Что ты такое напуган? Найди сюда. Черное такое, пуганая жизнь, судя по всему. Кс-кс-кс. Спасибо. 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 Спасибо.